Продолжаем чтение книги Игумена Никона Воробьёва о началах жизни. Глава «Похвала» «Будь смиреннее и не высокомудрствуй, не осуждай и не услаждайся ничем, особенно бесовскими похвалами, тогда и не будет несчастий, а иначе не вылезешь». «Сей род бесовский изгоняется постом, молитвой и смирением. Без этой Святой Троицы добродетелей ничего не сделаешь. Всячески не ищи похвалы или высокого мнения от людей. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Будь дурачком, безумным, в очах людей, чтобы стать мудрым пред Богом». «Тебя и других участников хора тронула благодарность прихожан. Берегись этого. Тут тоже одна из сетей врага. Всегда будь равнодушен к похвалам. Если примешь похвалу, то и будешь незаметно стараться и впредь угождать людям. А можно незаметно стать фарисеем». «Артисты все живут похвалой. То же бывает и со многими из духовенства. Окончается это враждой и ненавистью. Учит этому Евангелие. Мы не можем этого, похвалы, выносить никто. Слишком мы все испорчены». «Правила и законы духовной жизни». «Что нужно делать? Вот что. Примирись искренне, а не языком со всеми. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях. Хотя бы ты была и невиновна, но говори себе так. За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты, не по качеству только, но и в количестве пищи. Надо тебе похудеть, а не толстеть. Обязательно утром и вечером молитвы и сто молитв Иисусовых. «Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или крайне завтра умрешь и что ожидает тебя. Читай, что найдешь о смерти. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-то делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему». «Перестань празднословить. Оставь смехотворство, шутки и прочее. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день. Делом, словом и помыслом. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть. От себя и от дьявола никуда не убежишь. Не бегать, а с помощью Божьей бороться надо. Свою борьбу добродетелей и свое душевное устроение надо скрывать ото всех. Открывать только духовнику или человеку духовно опытному. Иначе можете и себе сильно повредить, и других соблазнить. Еще раз советую, скрывайте ото всех свои душевные состояния, всех жалейте. О врагах своих молитесь. Хоть одним умом, если сердце не слушает, и Господь не оставит вас». Любящим Бога вся поспешествует во благое. Каждый случай, даже падение, большие грехи может послужить к великой пользе. И наоборот. Посты, молитва, бдения и прочие труды могут быть не только вредны, но могут даже погубить человека, если делаются неправильно. А неправильно будет такое делание, которое приводит к высокому мнению о себе и гордости. Наоборот. Если падениями человек приходит в смирение, то они выходят для него полезнее подвигов. Все надо делать с рассуждением, осторожностью, советом, проверкой Словом Божиим и Святыми Отцами. Борись, сокрушайся. А если поскользнешься, то не унывай. Бесы всегда так делают. Да ошибки внушают, что в том или другом нет греха. А если человек поддастся, то начинают напевать, что все равно ты согрешил, и прощения тебе нет. Так уж лучше предайся своим ошибкам. А то несколько иначе. Теперь поживи в свое удовольствие. А там покаешься. Жизнь впереди. Наберешься опыта, потом пригодится и тому подобное. Не оправдывай себя и свои ошибки. А перед собой и пред Господом называй вещи своими именами. Сознавай свои грехи, свое бессилие самому справиться с ними и с бесами, внушающими и толкающими на грех. Плачь пред Богом о своем рабстве, греху и дьяволу и проси, чтобы Господь освободил тебя от них. Апостол говорит, что Иисус Христос пришел на землю разрушить дьявола-дьявола, освободить человечество от греха и рабства дьяволу. Если не можем не грешить, то будем, по крайней мере, плакать перед Богом. О своей негодности. Будем смиряться. Перестанем осуждать других. Надо больше молиться и умолять Господа о прощении и помощи. Если человек и со слабыми силами, но непрестанно будет бороться с врагом, то Господь в свое время поможет ему, изведет его из-под власти дьявола. Мы должны показать свою верность Господу борьбой против греха. А если согрешили в чем-то? Глубоким, сердечным сокрушением. Господь и ошибки, и преступления обращает нам на пользу, по всемогуществу своему и любви своей. Мы глупые дети, воображающие себя взрослыми, подражающие их делам. Смотреть на них взрослому смешно, иногда неприятно. Так и мы в очах ангелов и святых, а может быть и в очах Божиих. Имею в виду, что по слову преподобного Марка Подвижника, все мы на основании непреложного закона духовного еще здесь подвергаемся наказанию за грехи. Да не миром и не с миром осудимся. И это еще милость Божья, что здесь получаем возмездие. Поэтому при болезнях и скорбях надо внимательнее посмотреть свою жизнь и искренне покаяться во всем, и к тому не согрешать, да не горше идти, что будет. Не ищите от себя прежде времени того, что придет обязательно в свое время, если будете идти правым путем. Не будете же вы требовать от ребенка, чтобы он за год усвоил науку средней и высшей школы. Нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год ждать плодов. Как же вы, будучи младенцем по внутреннему человеку, требуете от себя свойств взрослого? Строжайшими прощениями, с угрозами наказания или полного бесплодия, возбраняется искать прежде времени высоких состояний. Чтобы от семени выросло дерево и дало плоды, надо время. Чтобы переквасить ветхого человека новой закваской, надо еще больше времени и труда. Насильно ускорить процесс нельзя. Можно только повредить искусственными мерами. Господь же знает, что полезно и нужно человеку, и ищущему подает это даже вопреки желанию, так как человек часто ошибочно желает не того, что ему нужно в данное время. Внимай себе, познай всю свою немощь до последней глубины, тогда перестанешь тщеславиться и осуждать кого-либо. А станешь оплакивать себя, как заживо гниющую, смердящую, негодную для Царствия Божьего. А от этого плача и молитвы, при постоянном внимании и понуждении себя к исполнению всех заповедей, постепенно будет рождаться в душе тишина, мирное настроение и смирение, при котором только и угодны Богу все труды человека. А без смирения, при скрытой, а тем более явной гордыне, все наши делания не угодны Богу и вредны для самого человека, как еще более развивающие тщеславие и гордость. Все мы живем не так, как должно. Нужно, по крайней мере, хоть искренно, до глубины души сознавать это, не считать себя хорошим и доказать это не словами, а делом, а то, как будто мы сознаем свое ничтожество, негодность, греховность и прочее, а стоит только чуть задеть нас чем-либо. Сделать не по-нашему, так мы проявим себя не как рабы, неисключимые, которые все терпят, как заслужившие всякое наказание. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Но как повелители, которым все должны подчиняться, все обязаны делать по нашему хотению. Если же делают не по-нашему, то мы раздражаемся, бронимся, осуждаем, огорчаемся, словом всячески показываем, что на деле нет в нас сознания своей нищеты, нет сокрушения о своем бедственном устроении душевном. На словах мы грешные, непотребные рабы, а на деле господа, требующие, чтобы все было по-нашему, а иначе будем роптать на всех, даже и на судьбу, прикрывая этим словом ропот на самого Господа. Нет никаких оснований христианину отчаиваться, так же и вам. На все ваши состояния скажу одно. Все, даже святые, нуждались в покаянии, тем более все мы. Обнажайте себя со всеми недостатками, грехами, сомнениями и прочим, и прочим. Обнажайте себя пред Господом с покаянием, с молитвой. «Господи, прости! Господи, помилуй! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную!» и прочее. Это состояние, если оно для вас понятно, может заменить все ваши правила и прочее. То есть те правила, они и должны привести к этому. Других же людей не осуждать и судить надо. А если вспоминаете о них, то молитвенно вздохните о спасении их и также заградите помысл осуждения. Читайте и слушайте Евангелие. Люди должны только облегчить нам послушание и Евангелию, а не требовать от них послушания себе. К послушанию во всем теперь никто не способен. Покаяние все заменит.